Хелло, фрик-битчес! Когда я работала над проектом Железный Человек... Что такое проект Железный Человек? Проект создания Железного Человека. Мы пытались создать костюм. Мы над этим много работали. Я не знал об этом. Я была в начале проекта. Сначала проект назывался Хищник, и потом менял название. Самым начальным одним работала небольшая группа людей. Из чего делали такой костюм? Проект постоянно менялся. Использовали разные материалы. Титан, углеродное волокно. Все самое лучшее. И он должен был летать? Он был на многое способен. В нем был встроен экзоскелет для увеличения силы? В нем есть экзо, да. Большая грузоподъемность. Он способен поднять тысячу фунтов. Это я видел. Мощная штука. Мы подбирались близко к этому. Если разрабатывать костюм с экзоскелетом, надо придумать, как перевозить экзоскелеты и людей внутри. Допустим, это будет отряд из 12 солдат в экзоскелетах. Какой самолет нужно использовать? Какие автомобили? Какие средства передвижения потянут такие штуки? Какие корабли? Этот вопрос меняет все. Они весят около тысячи фунтов. Господи, то есть на одном самолете можно перевозить только парочку? Может, четыре. Я не знаю, в этом вся и проблема. Если идти по этому пути и брать экзоскелеты, нужно менять все остальное. В этом есть смысл. И мы этим занимались. Это был перспективный проект. Я тогда постоянно участвовала в мозговых штурмах и встречах изобретателей. Я была странным морским котиком. Думаю, ты в курсе. Это точно. К этому еще вернемся. Я была зациклена на технологиях. Я много работала в национальных лабораториях. Во всех лабораториях, где велась работа над крупными проектами типа Манхэттенского, все эти лаборатории все еще функционируют. Мы их используем, работаем с ними и стараемся быть на передовой разработок для военных и гражданских целей. Множество проектов, над которыми я работал и принимал участие в их создании, стали применяться в мирных целях. Проект «Железный человек» был клевым. И чем его питали? В этом была загвоздка. Я обсуждал это с руководителем проекта, а также с работниками лаборатории Тихоокеанского Северо-Запада. И так получилось, что ядерная батарея — это единственный подходящий источник питания. Батарея вот такого размера. Братан! Мне достаточно и телефона в кармане. Эти ядерные батареи у нас еще с 50-х. А насколько опасно человеку находиться рядом с такими ядерными батареями? А насколько опасно служить в армии? Тоже верно. Мы прыгаем с самолетов на высоте в 30 тысяч футов. Но мне кажется, при частом контакте с такой штукой у тебя может появиться какой-нибудь ужасный рак костей. Ну там установлены различные защитные щиты. Проблема в том, что нужно много энергии, там столько всего. Мы пытались использовать гиперзвуковые маховики, пробовали разные способы хранения энергии. Были варианты, чтобы можно было не контактировать с этими батареями. Да, их можно было носить в чемоданчике. Правда? Да. Господи боже. Парочку. Забавно, что это самое страшное для нас. Мне нужно быть осторожным по поводу того, что я тут говорю. В голове все редактируют. Ты можешь сказать о чем-то секретном? Нет, Железный Человек больше не засекречен. Мы говорили об этом, писали в популярной механике. Но мне кажется, деятельность людей, которые работали над ним, все еще засекречена. Возможно, их нынешние проекты также засекречены. Все это старая информация. То есть, с развитием новых технологий они что-то рассекречивают? Они всегда работают над чем-то новым? Всегда. Некоторые разработки этого проекта нашли свое применение. Сейчас, к примеру, моя спина не разгибается. У всех морских котиков за годы перетаскивания рюкзаков с валунами и прыжков с парашютом наши спины не к черту. Как раз, в первую очередь, мы занимались вопросом технологий, которые могли бы таскать тяжести. Об этом я и говорил в начале проекта «Железный Человек». Я говорил, что нужно все собирать без расчета на энергетические мощности. Все должно управляться пневматически, на пружинах или как-то использовать вес тела для управления костюмом. Потому что если он выключится, батарейка вырубится, тебе надо как-то иметь возможность двигаться. Хотя бы чуть-чуть, чтобы его снять и перебежать в укрытие, чтобы не попасть под удар. Ты всегда должен двигаться. Костюм весит тысячу фунтов, ты не сможешь им самоуправлять, если батарея сядет. А это возможно? Они пошли по пути, который мне не очень нравился. Ты просто останешься неподвижным. Не сдвинешься. Ты застрянешь. То есть, если энергия закончится, ты застрял. Это большой недостаток. Представь, ты находишься в центре какой-то операции, и тут солнечная вспышка вырубает всю электронику. Да, тебе конец. Да. Пиздец. Господи, тысячу фунтов. Как их поднять? Что делать, если ты застрял в тысячефунтовом роботе? Ты спекся. Так он сейчас выглядит. Вся система взаимосвязана. То есть, экзоскелет доходит до ног, и тут какие-то примочки на ногах. Но это какая-то компьютерная графика. Не уверен, что это реальный прототип. Но похоже. Он прикрепляется на пояс, и ты двигаешь его бедрами. Вот он. И идет вниз. Это обычный экзоскелет без батареи. Штуки на ногах и руках, возможно, как-то подпитаны. Та штука на ногах работает, как своего рода поршень. Правда? И он работает при движении ноги. Кинетически. И помогает при движении. И ты способен носить больше вес. Можешь быстрее ходить и больше носить на себе. Почему у меня такого нет? Мне нужно такое купить. Их используют парализованные люди. Парализованные? Люди, у которых часть тела парализована, используют их, чтобы двигаться. Вот этот тоже с батареи. Видишь эту штуку на пятке? Это важная вещь. Ведь когда ты идешь, твоя нога слегка смещается. И тебе нужно это контролировать. В этой разработке столько деталей, ты поверить себе не сможешь. Невероятно. В этом костюме использовано множество технологий. И в конечном счете, вы хотели, чтобы костюм закрывал человека полностью, как железного человека? Это была конечная цель. Защитная броня. Вот смотри, это уже ближе. Но это все легкая броня. Это робокуб какой-то. Невероятно. Это еще одно направление, над которым мы работали. И вот даже глядя на этого парня, понятно, что ему тяжело будет выбираться из транспортных средств. И он будет ограничен в движениях. Добавляя все больше примочек, костюм становился все больше и больше. Ему сложновато будет забираться внутрь транспортных средств. Да, далеко не уедет. Так что таковы плюсы и минусы. У нас есть то и это. Но теперь нам надо собирать для них транспортные средства и так далее. Может, найдете хищника? Первый образец. Насколько далеко мы находимся от разработки автономных роботов, которые заменят солдат на поле боя? У нас уже они есть. Думаешь? С оружием. Вспоминая проекты, над которыми я работала 10, 15, 20 лет назад, и зная, насколько быстро мы тогда продвигались, к примеру, мы тогда ходили к производителям чипов, которые делали для нас жучки. Нам показывали, над чем они тогда работали, и мы им давали 3 миллиона баксов и говорили, сделайте их вдвое меньше. И так постоянно делается. 3 миллиона меньше в два раза. И через полгода тебе дают жучок в два раза меньше. Мы так делали постоянно. Бюджет у нас был порядка 60 миллионов долларов. А на высших эшелонах морских котиков бюджет просто громадный. И мы постоянно над всем работали, развивали инновационные технологии. И я могу прикинуть, каков там прогресс сейчас, хоть работала там давно. Я знаю масштабы, и можно делать чип внутри чипа, внутри чипа, внутри чипа. Ты это видишь, когда начинаешь копаться. Каждый раз, когда ты получаешь новый чип, для его внедрения также нужно поработать, написать под него программу и так далее. Так что мозг взрывает то, насколько мы продвинуты. И вот ты спрашиваешь, есть ли у нас автономные роботы. У нас есть автономные самолеты, транспортные средства и так далее. У нас все же есть. Мы можем автономно вести любые боевые действия. Невероятно. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео Академии Джо Рогана. Также можно поддержать канал рублем любым удобным способом из указанных в описании. Лично благодарю всех спонсоров на экране. До встречи в следующих роликах.